В регионе и в Нефтекамске в частности в новом формате не только учебный процесс, но и организация школьного питания. Если раньше бесплатными горячими обедами детей-льготников обеспечивали в стенах учебного учреждения, то сейчас для них собирают продуктовые наборы. Пакеты с продуктами в Нефтекамске будут выдаваться во всех школах города. Для того, чтобы их получить родителям или законным представителям, необходимо лишь заполнить заявление на такой вид питания. Сегодня мы выдаем продуктовые наборы следующей категории детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети из многодетных малообеспеченных семей. Для того, чтобы получить продуктовый набор, родители заполнили заявление. Заявление они направили любым удобным для них способом. Мы сформировали на основе этих заявлений списки. Сегодня в 12-й школе продуктовые наборы получили более 150 родителей, учеников-льготников. Получить так называемый сухой паёк может родитель или законный представитель ребёнка-льготника один раз в неделю в учебном заведении. Продуктовые наборы во всех школах города будут выдаваться 10, 17, 24 и 30 апреля. Мы сделали на эту неделю порядка 2000 наборов. Каждую неделю мы будем их предоставлять в школы для выдачи родителям. Наборы собираются на основании письма от Министерства образования, где учитывается разрешённый перечень нескоропортящихся пищевых продуктов и соответствие с выделенным софинансированием. Продуктовые наборы на дом в регионе получают более 83 тысяч школьников. Такая работа будет проводиться до окончания периода самоизоляции. Как заявила заместитель министра образования и науки Республики Альфия Галиева, родители могут выходить из дома для получения этих продуктов, поскольку это является уважительной причиной и не будет считаться нарушением режима самоизоляции.